Первый претендент уже заходит в японский лабиринт смерти. Ему нужно дойти до противоположного угла и при этом не попасться двум стражам лабиринта. Они пытаются обмануть друг друга звуками дверей, но участник каким-то образом понял, что гигант был в соседней комнате. Внизу же притаился вампир. Очень неаккуратно высосанное тело нашего участника скинут в общую кучу, которая потом превратится в новые насыпные курилы. Заходит второй претендент, довольно веселый, пока что гигант готовится к перехвату. Второй участник ведет себя гораздо осторожнее, шансы его, я думаю, значительно выше. Гигант заманивает, якобы он далеко, но участник не ведется. С другой стороны, он не знает, что впереди его ждет вампир. Слишком самоуверенно. Третий участник у нас вскрытный стелс-вариант. В его перемещениях есть элементы паркура, а также он постоянно согнут. Сколиоз. Он продвигается наверх, супер же, как я тебе в газа. Он аккуратно заходит в комнату, сначала смотрит, но за дверью проверяет запозданием. И сейчас это может погубить его. Но каким-то образом он прочувствует, что его ждут. И вы бегали! Сразу же идет вперед, не смотрит, не слушает. Но какие-то звуки. Дверь скрипит впереди. Какие-то движения ему страшно. Гигант играется с ним. Психика ломается от такого. Пробует резко сбежать. Фампир бросается за ним. Победа. Пятый участник маляр. Нанихавшись краски, ему станет все равно растражей. Те уже нервничают. Два участника подряд смогли сбежать. Так премии не видать. Гигант ждет действия жербы. Дает обманку вниз. Но участник как раз туда и бежит. Он решает проверить этот блеск. И сам делает вид, что пошел наверх. Гигант ждет его. Сам же маляр тихонечко продвигается ниже. Но ведь там вампир. Какое-то шестое чувство подсказывает ему, Что туда идти нельзя. О, как же близко гиганту услышал его. Нужен другой путь, но вариантом не логатом. Обманку за день.